...который построил огромный дворец Ках. Он приказал вырезать на железной доске имя строителя и повесить эту табличку на ворота дворца. Та же легенда гласит, что совсем скоро этот дворец рухнул, представляю, сколько он погрёл под собой. И сколько его ни пытать застроить заново, ничего не получалось. И когда на совете со своими учениками Бухар-Кудрак-Бедун решил построить дворец в форме созвездия Большой Медведицы на сами столбах, сделанных из камня. Странный дворец. Что касается арка, то он в течение многих веков обстраивался, укреплялся новыми футлярами, стен наращивался по высоте. Реставрированная часть арка впечатляет и вместе с тем вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, 20-метровые стены пугают ещё высоки, особенно если не знают, что на большой части высоты за ними толще глины. С другой, тут есть всё для удобства неприятеля, вплоть до водоотводных брёвен, на котором так удобно карабкаться. Наверху виднется триангуляционный пунктовый шиточка холма. А широкая площадь не из планада, она расчищена красной артиллерией в 20-м году. Стены арка представляют собой кладку из обожжённого кирпича. Интересно то, что между кирпичей вставлены специальные деревянные клинья. Есть две версии, объясняющие практическую сторону такой конструкции. Согласно первой, клинья нагреваются на солнце и вытягивают всю сырость из стен. А вторая властит о том, что клинья вытягивали соль, ведь почвы в этой местности очень солёные, а из-за этого постройки больше подвержены разрушению. В любом случае, деревянные клинья не зря монтированы стен от крепости, играют свою важную роль. В плане арк неправильный прямоугольник, несколько вытянутый из запада на восток. Длина стен такая, это такая. Высоко приподнятый парадный въезд в арк, оформлен порталом с двумя столбовыми башнями по бокам. Между ними, наверху, поверху, решётчатая прочная галерея. За ней находится музыкальный павильон на горах Анан, выстроенный в XVIII веке. Ну, короче, музыкальный павильон писца. Отворота. Арк заключал в себе целый город, составленный, естественно, с росшихся между собой домов, двориков и дворов, с государственными учреждениями, жилищем и мира его жён. Родственников, чиновников двора. Внутри контура крепостных стен планировка была прямоугольная, с традиционным грейсообразным пересечением. Короче, современный арк. Это восстановленные стены, относительно небольшая часть, по которым можно свободно передвигаться, что и делает большинство туристов. Снаружи заметнее всего на горах Анан. В одних местах пишут, что это вон та веранда над воротами, кадр выше. В других, что двор на карнизе, отмеченный вот этой был беседкой. Ну, короче, вход на территорию цитадели раньше осуществлялся с двух сторон. Через восточные ворота Гулиан и западный Регистан. Восточные ворота, к сожалению, разрушены. Так что внутрь крепости только через Регистан. К парадному входу идет дорожка, сам он обрамлен двумя столбообразными плашнями. Соединенные галереи тут же расположены помещения с террасами, с которыми сами могли наблюдать за происходящим на площади. От ворот арка начинается длинный темный коридор, вдоль которого камера для заключенных. Крепость арка располагает восьмию музеями и экспозициями. Заместителем Эмира был Кужбеги. Вот там мы сходим, там очень хороший музей. Практически он от имени Эмира вершил все дела. Во время отсутствия Эмира в городе Кужбеги не имел права покидать арку. Как это с собой взять? Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дあ ДTO führen Дитя Дс ambos Models Держать Леви Хаусе. Мы тоже забирали лампики. Леви Хаусе. Мы быстро освободили, что у Леви Хаусе зайдем. Раз. Еще раз зайдем туда. Да, четыре, четыре. Четыре семьи? Четыре семьи, да, все понятно. Нет, сын тоже есть. Восемь внуков. В России один внук здесь. Ну все понятно. Это, знаете, они же говорят, вот мир круглый, земля круглая. То они про наших говорят, опа, наехали в Москву азиаты, все рынки заняли, везде торгуют, а теперь они понаехали сюда. Они же понаехали, правильно? Семьсот тысяч. С ума сойти. И в Грузию, и в Грузии, в Грузии уже везде плакаты висят. Здрасте, дезертиры, приветствую вас на грузинской земле. Ну, короче, вот так. Ну, мы-то хамитисты, у меня мать с Вологды. А-а-а. Отец с Бухары. А, ну вот видите, вы такие. Там они познакомились, там они поженились. Все, у вас это, вы линия дружбы между народами. Да, у нас родственники и в Вологде, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Красноярске, где только нет у нас. А-а, все, да-да-да. Раньше так, раньше такие были браки смешанные. Дружба народов при союзе. Ну, смешанные браки же лучше. Правильно. Здоровее дети и умнее, и они продвинутые. Они сразу две культуры впитывают. И западную, и восточную. Правильно. Вот куда мы в гости сегодня идем, она финка, он таджик. А-а-а. Он служил там, в Прибалтике, познакомился с ней, с этой финкой. Поженились, приехали. Она вот сейчас здесь, с Кельми, она самоработник туризма, моя коллега, я тоже работник туризма. Вот сын, а с Питера сейчас приехал, там тоже 4 года жил. Сейчас приехал, говорит, давай проедемся с Амарканд-Бухарахи. Вспомнишь эту красоту всюду. И вот неделька у нас выдалась, и мы быстрее-быстрее сюда. Ну, Амарканд-Бухарахи, Вайта, три города-музея. Да, красота, красота. Мы просто в восторге. Больше всего мне, конечно, Бухара нравится. Почему? Потому что здесь огромная площадь старого города. Ходишь, 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 не переходишь. А в Амарканде что? Гур-Эмир, Шахизинда, Випиханым и Регистон. Ну, Сэкстант еще, Сэкстант этого улыбнили. Ну, сейчас вот саммит был в Амарканде. Амарканд, говорят, очень красиво стал. Ой, шикарно. Вот это да, Амарканд-Сити выстроили. Шикарно, шикарно. Там такую красоту они создали. Это миллиарды денег. Не знаю, как будут долги отдавать страну. Это же ужас они. Ну, такая красота. Даже Дубай отдыхают вообще даже. Рядом ничего не стояло. Как они там сделали? Превзошли все. Ну, сейчас, говорят, Бухарас-Сити через годик, наверное, будет готово. Или лет пять будет стоить. Нет, видите, бывший Хоким умер, который начал стройку. А-а-а. Теперь тянет. Вот эта пандемия унесла многих. А-а-а. Все, да-да, пандемия, что делать? Он начал стройку, и как он умер, все остановилось. Потому что он был энтузиаст, он был, это, жил этим, да, делом. Он бы, да, конца бы давил, а теперь вот чё. А как бы вы хотели, чтобы здесь уже было и Бухарас-Сити? Это же так красиво. Устроился? Да, слава богу. Там 200 гектаров земли. 200 гектаров. Это же что такое? Вот, Лебихаус, вон наш Афан, где там на насле сидит. Вот, а мы хотим, да, вот Хаджуна-средина хотим. Вот я здесь вам останавливаю, вот вам не обещалось. А где нам Хаджуна-средина там, чё-то вот там, да? Вот через пешеход пройдёте вот здесь, ради вот пешехода. Да. И прямо к нам на середину пройдёте. Вот-вот-вот, мы вчера его не... Мы вчера гуляли здесь, его пропустили. Пойдём сходимся. Пожалуйста. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Вам хороших клиентов. Весь день, удачи. У них такая психика неустойчивая, они вот пока не будут железа, они что-то точно за ним приедут. Они беспокоятся, нет? Я думал, есть тут тоже, потому что бывает заказать на время. Да. Раньше я тоже помню два функции, теперь я не могу понять, она только там была или нет? В России, наверное, только была. Может, это сейчас... Сына, а ты что нашёл, какую функцию? Я не нашёл никакую функцию, я повторяю, я зашёл на сайт и какая-то компания, другая, она предлагает вот 1189. Позвони и спроси у них. Давай, бери свой телефон. Да, 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 сейчас мы этой компанией поговорим. Задавай свои вопросы. Ну да, как они, можно они свои... Да, да. Есть такая услуга, и, соответственно, можно будет... Ладно. Хорошо, извините, пожалуйста. Да, хорошо, спасибо. Вот так вот мы выяснили, ладно, что теперь 1189. Звоним. Давай. Вот так, извините, нам закалять заранее. Вот так вот, потом мы будем пробовать. 1189? Да. Здравствуйте, девушки, скажите, пожалуйста, у вас можно заранее заказать такси завтра на 5 часов. Можно, да? А тогда что вам нужно сообщить? Адрес, да, это гостиница... Так, вы знаете, это гостиница... Как она называется? Азия Гестхаус. Как? Азия Гестхаус. Азия Гестхаус. Возле ресторана Шарабудин. Город, скажи. Город. Как город? Это город Бухара. А вы разве не в Бухаре? Где вы находитесь? В Бухаре. А-а-а, так вы даже из Жизахи будете такси, что ли, отправлять? Нет, нет, девушка, тогда вы не... Нет, нам тогда не подходите никак. Ладно, извините. Не работайте на Бухаре. Ну ладно, извините. У них в Жизахи. Там не написано, что они в Жизахи, а Роман, я по-моему, и стану. Ну что, тогда придется нам вставить завтра. А, наверное. Четыре часа встать. Извините. У нас нет заказа заранее, потому что у нас на Лире всегда большое количество такси. И всегда 5 минут придут. Ну вот так. Ну ладно, это хозяин барин. Если он, нахрен, 5 часов не найдется, да? На дорогу вы ограмисты? Как ты? Что, вы ограмисты? Если вы невозможно... Отпишись мне. Я... Не подскажете. Я понял. Я хочу... Ну я как-то косвенно был связан с работой, но у меня была больше, наверное, бизнес-аналитика, потому что мы писали функциональные требования, то есть ставили задачи. А там уже Департамент информационных технологий реализовывался, то есть с всех сторон и работники. И я как-то... Раньше мне эта вся сфера казалась, ну, сложной, я ее не понимал. А теперь я немного поработал, ну, и стал ролики смотреть, и мне уже, как-то кажется, более-менее понятно. Я вот хотел бы, ну, понятно, что это я там за пару дней все это освоить не смогу, я бы хотел начать как-то. Вот, может, вы подскажете, с чего бы стоило начать? Какую область вам требуется? Ну, я, наверное, я хотел питон учиться. Питон, но только вот я сейчас просто смотрю ролики, я так понимаю, ну, мне в любом случае сразу на компьютере по практике уже начинать, чтобы сразу я там что-то... То не, как, что-то, что-то... Вам требуется в какой-то сфере уже? Нет, я, ну, я еще не определился именно как. Я как разработчик хочу или же это, я просто думал, ну, я не знаю, сначала, наверное, мне все-таки нужно определиться, да, кем я буду. Что вам требуется, да, какая задача, и к ней проторить дорожку, и поработать по ней. На питоне обычно с искусственным интеллектом нейросети тренируют основное такое использование для него, да, все можно делать, да. Вот как раз у нас открывается академия, открылась уже она. Академия открылась, заоткрылась, уже год работает, не по всем пока направлениям, но уже год назад открылась Ташкенте академия. Они, они на английском только, да, у них? Ну, надо английский язык знать, конечно, потому что там русский, английский, но превалируют английский. Есть оффлайн, да, обучение? Да, есть онлайн, оффлайн. Просто прийти, зарегистрироваться там, пройти небольшую консультацию. В Янгебазарии, называется Аструм. 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 Можно найти в гугле, и сразу туда с адреса. Аструм. Там они новый построили какой-то вот этот учебный комплекс. Там так прям, как в Америке, все так шикарно. И общежитие, и столовие, и спортивные комплексы. И все, это в Янгебазарии. В 20 минут ездят Ташкент, от станции метро Горкова. Конечно. Ну, понимаете, я так, конечно, далек, и в плане английского, и всего, потому что я работал больше в госсфере, в сфере ЖКХ, и так сложились обстоятельства, что последний год создали Центр управления комплексом городского хозяйства, куда, соответственно, интегрировались все системы коммунального хозяйства. Компании создали. Ну, не компании, это больше государственное учреждение. То есть сделали такой Центр, куда будут интегрироваться все системы, там, связанные и с электроснабжением, и газоснабжением. В общем, вся сфера ЖКХ, чтобы она все уже интегрировалась, и все данные, все показатели, там, все инциденты какие-то, чтобы все передавалось в этот Центр. То есть, ну, образно говоря, все диспетчерские, чтобы стали, ну, как бы, были в этом Центре. Как раз над этим проектом мы работали. То есть я был, ну, по эту сторону, а Департамент информационных технологий, ну, соответственно, как разработчики, они уже там разрабатывали, там, то есть им там ставили задачи, какие-то функциональные требования, и, как бы, они должны были все это реализовать. И вот процессы этого всего я немного вникся в эту сферу, и, ну, мне показалось, что раньше, если оно мне было совсем, ну, недоступным, да, но сейчас мне показалось, что вроде как, ну, можно разобраться. Да, конечно, это уже, это уже вообще, это знамя времени. Да, и учитывая... Цифровое время мы начинаем в новом времени жить. И учитывая, да, то есть то, что оно, как бы, будет всегда и дальше только развиваться, я думаю, может, все-таки есть смысл хотя бы по чуть-чуть, по чуть-чуть начинать. Чем надо подключаться, чем на раннем, на более раннем этапе, тем лучше, надо подключаться к этому ко всему. Ну, вот, вот, поэтому я просто не знаю, с чего начать. Ну, ролики там посмотрел, да. Нет, 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 надо пойти и проучиться в этой академии. Ну, там сознание логистов. Или какой-то, какой-то другой. Нет, там они помогают очень, там очень много, там очень хорошие будут такие тьютеры, которые сопровождающие, они будут помогать, переводить и так далее. Там не все хорошо знают английские. Постепенно, постепенно, по мнению необходимости усвоите. Только этот путь у нас. Курсы это ненадежно, а вот академия это надежно. У них за курсы обучения 14 или 15 месяцев всего 15 миллионов. Сейчас пока такая цена вообще никакая. А это 15 миллионов сумм? Да, 15 миллионов сумм. Это миллион в месяц, это вообще. Подождите, за миллион в месяц я там могу обучиться? Вы должны проучиться весь курс, 15 или 14 или 15 месяцев. Но сначала вы пройдете по миллиону, пройдете собеседование. По какому направлению вы хотели бы учиться? Какие там стадии? А меня могут проконсультировать? Конечно, могут. Вы должны в первую очередь приехать туда. Это городок, поселок городского типа Янгебазар, недалеко от Ташкента. А вы говорили об общежитии? Там все есть. Ну, то есть общежитие отдельно оплачивается? Да, отдельно, только обучение 15 миллионов. И миллион стоит вот это вот предварительное собеседование, когда вас там размещают, проходят все, но просто на разные уровни. Ну, Даша, потому что надо же понимать, если меня сразу на какой-то уровень, то толку не будет. Нет, 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 это выигрышные деньги. Да, поэтому надо понимать, что я с нуля, и, соответственно, мне будет все с нуля. А мне там, допустим, ну, техника, наверное, мне будет там предоставлять. Вот, а там все есть, там огромный зал машинный, там столько такие суперкомпьютеры стоят. Там вообще все отлично. Запишите Аструн, Аструн. То есть вы там работаете? Нет, просто дело в том, что мои друзья там работают, и мы так близко с этим центром, поэтому Аструн напишите, туда обязательно съездите, там все вам расскажут. Напишите Аструн, Шахноза, и скажите Шахноза от Татьяны Александровны. Аструн? Да, обратиться к Шахнозе, она как раз там всем этим заправляет, от Татьяны Александровны и Тимура. От Татьяны Александровны и Тимура. Прямо скажите, чтобы Бухаре встретились с нами, познакомились, рядышком жили. Я не знаю, насколько будет правильно с моей стороны попросить ваш контакт. Давайте, 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 хорошо, пишите. 9,9,8, да? Да, 350, ну да, 90, 351, 351, 76, 93. 93. Вот и Тимура можете записать, да. 93, ага. 93, и Тимура можете записать. 9-3, 9-9-8, 9-3, 0-4-5, 3-2, 5-9. Как Вас зовут? Меня Иса. Как? Иса, И-С-А. Иса. Да. Это как Иса, как Иисус, да? Это такое библейское, библейское. Так и есть Иисус. Да, то есть просто у нас... Иса, Муса, ну все, я знаю, потому что она же те же, только имена. Имена. Да, да. Иса, Иисус. Ну, в христианстве это Иисус, а у мусульман... Это Иса, Моисей, Моисей и Муса, а Мария, это Мариам. Вот сейчас, кстати, Мариам бывает, по-моему, ездит. В телеграмме отправитесь? Все, звоните, звоните, Иса, пожалуйста, мы всегда окажемся в действии. Самое главное, вы должны лично съездить, лично. Я, конечно, планирую это. Да, и это будет замечательно. Замечательно. Юрий, большое спасибо за прием. Нам очень понравилось. Обязательно, мы будем только у вас с вами. Очень должны быть. Пойдем спать, потому что завтра она уставит. Иса, все. Телеграмм написали? Да, да, очень было приятно. Да. Пожалуйста, звоните, пишите. Слушайте, возможно, поможем. Возможно, это судьба. Ага, хорошо, хорошо. Скорее всего, хорошая судьба. Звоните, всем чем можем, поможем обязательно. До свидания. Сумочка у меня, у меня сумочка. Я такая. Они 4 часа лет по аэропорту встречать. Хорошо. Дверь будет открыта, сказал. Это не твои носки? Это не носки. Какую-то тряпку. Суперай. Сейчас ложимся спать. Да. На 4.30 заводим. Суперай. Суперай.